В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялось ток-шоу «Новый генплан Казани. Тупик или прорыв?». Модератором дебатов выступил советник ректора КФУ журналист Юрий Алаев. Первый вопрос на обсуждение вынес историк Айрат Фейзрахманов. Он затронул тему окраин города Казань. В данном случае генплан практически никак в лучшую сторону положение окраин не меняет. Присоединение в начале 2000-х годов окраин не привело к развитию этих территорий. Оттуда прошли просто дороги, которые соединили от окраина. А внутри, внутри квартального развития его как такового нет. Тему транспортной развязки на окраинах продолжил представитель Татарстанского республиканского совета Всероссийского общества охраны природы Сергей Мухачев. «Здесь должны были быть не сквозные магистрали, которые рушат и корежат все, природу, так сказать, и дома, а должны были быть дороги, обслуживающие эти поселки, то есть практически внутрирайонные». Строительство новых дорог, по мнению предпринимателя Тахира Давлетшина, спровоцирует рост города вокруг транспортной территории. «Мы за ближайшие 15, даже 55 лет, город на этой большой территории не построен. И поэтому задача построить полицентричный город. Вот весь город трогаться ни в коем случае нельзя. Допустим, развивать 2-3-4 центра, где построить действительно настоящий город, где городская жизнь будет организована». Файза Рахманова подняла проблему экологического состояния города. Заведующая кафедрой природообустройства и водопользования Института управления экономики и финансов КФУ Нафиса Менгазова поддержала этот вопрос, обозначив малое озеленение города. «На самом деле надо, чтобы было не меньше 40-50, даже 55% для промышленных городов, чтобы озеленение было от площади городов. По официальной мерке у нас порядка 20%. Мы считали, в 2007 году у нас получалось меньше. Айрат Файза Рахманов отметил, за счет чего происходит рост зеленых территорий. «Только за счет присоединения окраин у нас происходит рост зеленой территории. Но ни одного нового ОПТ на территории Казани не появляется. То есть у нас получается с окраин еще более-менее зеленка, пока ее не отрезали. А вот в Новом Саидновском районе у нас и существующие начинают резать». Один из спикеров, архитектор Александр Дембич, на начальном этапе принимал участие в создании генплана. «В начальной стадии заказали, в каждой группе сделали свою концепцию генерального плана. Мы сделали свою концепцию. Но у них была концепция компактного города, а мы предложили другую концепцию. Это был дискретный город как раз с полицентрическим развитием. В принципе, она противоречила концепции генплана, и они, конечно, постарались ее использовать очень мало». К сожалению, представители городской администрации не нашли возможности посетить данное мероприятие. И сформулированные экспертами вопросы остались без ответов. Телеканал «Универ ТВ» вел прямую трансляцию обсуждения. 1 июля мы покажем повтор ток-шоу. Также запись вы можете найти на нашем ютуб-канале. Артем Тупичкин, Универ Ньюз.